Сюжет за наёмников оказался на удивление коротким, поэтому это последняя серия. Но не забывайте, что у нас есть ещё две группировки, это Слизни и Долг, и если вы хотите посмотреть на сюжет этих двух фракций, то пишите об этом в комментарии. Спасибо за вашу лояльность и бешеную поддержку лайками под последними сериями, наливайте себе чай и приятного просмотра. Моя сталкерская жадная душонка не позволяет мне выкинуть что-то, для того, чтобы без перегруза продолжать свой путь. Именно поэтому я очень медленно иду, и как я понял, с Геркулесами тут есть беда. Они не действуют 5 минут, то есть, допустим, я его даже сейчас выпью, использовать. Или тут есть такой прикол, как при переходе по локациям якобы проходит время, и Геркулес заканчивает своё действие. Сейчас мы это с вами проверим. Ох, как солнце жёлто начало светить. Ой, какие лучи, ты посмотри. Вот и всё. В общем, оказывается, тут есть ещё навыки кое-какие. Я об этом не знал. Мне кто-то в комментарии написал, если я найду этого доброго молодца, то покажу. О, всё. Так, а дерево меня спасает? Пять очков дали за Химеру. Короче, оказывается, меню перков. Я не знаю, почему я раньше не обратил на это внимание, но есть перки, которые, получается, тоже прокачиваются за уровни. Перки пятого уровня. Острота. Вы обнаруживаете новое холодное оружие, с которым легче расправляться с врагами. Что значит перки пятого уровня? А, так я должен пятый уровень апнуть для начала, да? Запустим ту же самую остроту. Вы не достигли определённого уровня, или у вас мало очков, чтобы активировать этот перк. Вот оно что. Всё понятно, то есть минимум пятый перк. То есть тут делится по рядам. Пятый, десятый, двадцатый, двадцать пятый. Как раз вот пятый, десятый, двадцатый, двадцать пятый. А тут что-то непонятно, что за. Вы не достигли. Понятно. Этого никто не знает, знаки вопроса. Бинты немного восполняют здоровье. Водка выводит больше радиации, но ГГ быстрее пьянеет. Я вот не пойму, это один из всех вариантов? Или какой-то можно за одну очку навык выбрать? Но это мы с вами ещё узнаем. Предстоит. Перки это разного рода спецспособности вашего ГГ. С началом игры они вам недоступны. После пятого уровня вам будут доступны первые три перка. Далее, после десятого, ещё четыре перка. Здесь вас никто не ограничивает выбором. Почти. Вы можете выбрать хоть все перки сразу. Если у вас имеются очки навыков и необходимый уровень. Значит, все сразу можно ещё и выбрать. Ну, посмотрим. В любом случае, сейчас рано, но очень интересно. Тут намного интереснее сделана прокачка, чем где бы то я пока не видел. Ну, разве что, ещё интересно сделано в Лост Альфа. Но там нет перков. Там только вот очки умения распределяешь. Выживание, стрельба и ещё какие-то навыки. Да нет, вроде перешёл по локации. Действие сохранилось. Видимо, показалось мне, что при переходе действия Геркулеса сбрасывается. Сейчас мы с вами направляемся за наградой. И всё-таки тут есть такой момент, как то, что я взял квест у бармена на болотах. Идти туда ради этого одного квеста на убийство я не хочу. Это займёт много времени туда-сюда. Всё-таки мы играем сюжет за наёмника. Я и так много всяких лишних, обычных второстепенных квестов понабрал, которые там можно выполнять. А, вот, кончился, кстати. Это 5 минут прошло? Неужели 5 минут так быстро проходит? Так вот, и так я много квестов понабрал, которые можно спокойно пройти за какого-нибудь сталкера. А у нас всё-таки за наёмника. Поэтому сейчас сдаём квесты бармену, которые есть. И возвращаемся, наконец-то, к себе на тихие холмы. А это игнорируем. Да я даже, наверное, отхожусь сейчас, чтобы не висело. Чё это было? Ты чё спрятался? Я тебя вижу. Странный ты тип. Заодно кто-то идёт, что ли? Да вроде нет. Как-то непонятно себя везёт. Принёс я твои документы? Неудивительно, что разведчик не выходил на связь. Судя по всему, ему не повезло встретиться с греховцами. Да, незавидная участь у парня. А ведь только начинал на меня работать. Что-нибудь ещё? Да, на меня напали наёмники, после того, как я обнаружил документы. Ты посылал ещё кого-то? Твою мать, я никого не посылал. Значит, кто-то ещё охотится за этими документами. Надеюсь, ты не читал содержимое? Мне это неинтересно. Давай лучше поговорим о награде. Вот и ладушки. Забирай заслуженное. Три тысячи, неплохо. А, у него нельзя от квеста отказаться. Убить сталкера из группировки Монолит, туда-сюда. Да, от этого квеста ещё и отказаться нельзя. Вы чё меня зажали? Вот этот прикол надо, конечно, фиксить. Я же до него не смотрю, а он возле меня стоит. Чё вы расскажешь? Рассказывай чего-нибудь хорошего. Я на тебя даже не сотрю. Пострелял я твоих сосателей. О, просто превосходно. Я рад, что есть на кого положиться. Что с наградой? На, держи. Вспышка 2 и глаз. Ничего себе, подожди, он артефактов не дал. А вот за это огромное спасибо. Глаз у нас пополняет хп, но даёт 4 радиации. Вспышка, минус 5 электрозащиты, но плюс 6 выносливость. Вот это мне очень нужно, но у меня нет карманов. Всё, тут с квестами решено. Всё, отправляемся обратно на тихие хамы. Не пойму, вы чё, пацаны? Первый, второй, куда-то в сторону смотрят, паникуют. Привет. Какой-то зомби доходяга тут сидел. О, есть артефакт. Блин, а стоит ли его брать? Да, хотя бы посмотрим, что там. Но не. Да, тут. Он не расположен так, и у меня броня не очень хорошая. Но я обязательно вернусь за ним. Я вот думаю, пора окончательно переходить на калаш. МП-5, конечно, ствол хороший. У него безупречная точность, всё такое. Но калаш... Кстати, калаш реально хуже по точности и по темпу огня. А по остальному такой же. Типа урон такой же. Но у него калибр-то больше, и он явно должен сильнее дамажить. Так что всё, МП-шка, прощай. Ты мне послужила хорошую службу. Кстати, тут оказывается 2 калаша у меня. Какой лучше будет? А, мой. И тут даже есть к нему патроны. Оптику не могу калашу проделать. Прокачать надо, видимо. А я по поводу задания. Задание выполнено. А вот и гонорар. О, ломать мясо. Нет, слушай, тут нормально. О, ещё и ранг повышен. Я теперь опытный. Внимание. Что по опыту? Ай, тут ещё много. Но ничего. Вот эти все навыки, перки, они добавляют интереса очень сильно. По крайней мере, лично для меня. Мне прям правда хочется там докачаться до 40-го уровня какого-нибудь там. Все перки вкачать и так далее. Ещё есть какая-то работа. Мозберг, Маверик. Ну не. И всё, больше никаких вестов. КПК ему сдаём, кстати, найдено мною. Со 75 рублей. Так, что ломать мясо даёт? Всё по минусам. Восстановление плюс 3. Арта тут стоит дёшево, но опять-таки тут и экономика другая. То есть, допустим, вот сейчас я всех своих артов продам на 1700 рублей. И, ну блин, не знаю. Например, Зишка новая стоит 14 косарей. 9 косарей. Инфилд стоит 6300. Ну, если учитывать то ещё, что я ещё могу выполнять задания. Повышать ранг, то есть ещё дешевле всё будет по итогу. Вот аптечка 940. Так, а чё у нас петушок стреляет? 9-19. Всё, бывай, раз у тебя квестов для меня нет. Пойдём зададим квест главному. Вот я бы не хотел, чтобы он забирал эту броню. Потому что я всё ещё надеюсь... Мужики, вы чё там? Стоят, прижались. Турёт. Пойдём отсюда нафиг. Что-то ночью какие-то звуки страшные стали появляться. Опа. Слушай, а всё-таки кто-то сдох. Его, конечно, обыскали уже. Задание выполнено. Жетон 4, тайник, деньги, зачистка. Это на барахолку пёрся. Слушай, неплохо. А тайник где? О, на свалке у нас аж 3 тайника. То есть туда рано или поздно по-любому придётся идти. Я смог разузнать кое-что. Я нашёл сталкера крота. Он и правда бывал в катакомбах медприбора. То, что он там бывал, это, конечно, очень интересно. Но нет ли информации серьёзнее? Тише, тише. Я не договорил. В общем, я его спросил. Тот проболтался про какой-то лаз. Тайник. Но сам там не бывал. Этот алкаш даже не заметил, как сам отдал мне карту. Вот, это другое дело. Не густо, но уже зацепка. Если я правильно думаю, это тайник одной группы. Волкодав как-то прикончил одного из их группы. Но вторую скользнул. А главный, говорят, сгинул на севере. Блин, всё-таки он меня отнял, этот маскировочный костюм. Это значит, что я уже не смогу пройти к бармену, а, соответственно, сдать его квест. Если я дохрена хитрый и сделаю вот так. О, кстати, он мне без тайника дал на этот раз. Потерян костюм маскировочный. Ааа, прикинь, можно систему обмануть. Но, опять-таки, если тут всё на скриптах, то какой от этого смысл? Правильно? О, на этот раз тайник тут рядом выпал. Я поперезагружался специально, пообузил эту систему. Уж извините. Но интересно посмотреть, что тут в тайниках падает. Ну и всё, костюм себе забираем. Каковы мои дальнейшие действия? Мы приблизились к цели ближе, чем ты думаешь. Благодаря добытой тобой карте и некоторым сведениям, я могу с уверенностью сказать, что это тайник группы стрелка. Группа стрелка? Кто это? Какие-то легендарные сталкеры, поехавшие по центру зоны и её загадкам. Говорят, были за дятлом, но я в такое не верю. Тем более, нас они не интересуют. Даже если это их тайник. Каков шанс, что они оттуда давно уже всё не вынесли? Маловероятно. Стрелок сам, говорят, сгинул. Одного мы убили по заказу. То ли хлыст, то ли клык. Третий в бегах. Да и сырать на него. Если кто ещё и не кормит червей, то им свои шкуры дороже, чем бумажки. Ладно. Так в чём моя задача? Слушай сюда. Находишь эти документы на медприборе. С тобой пойдут ещё ребята для уверенности. Мне не неси. Неси клиенту. Найдёшь позже его на интере. Пароль дварфсвимс. Бут Хесайс Хэлло. Всё, бегом выполнять задание. Вот такие дела. Ой, вообще не хочу идти. Ух. Ну и рожа у тебя, слушай. Вот это ты чертила. Так, теперь бы меня не зажали никак тут. Я, в общем, провернул хитрый манёвр, не предусмотренный разработчиками. Мне бакалаж банально починить. Тысячу рублей. Ну, по-любому нужно. Крепление оптики. Ой, тоже очень полезная фича. Ну ладно, пока не будем. Ты меня ж троих дал? Или что это? Из информации крота удалось определить местоположение предполагаемых документов или чего-либо. Это в одной из вентиляционных труб в катакомбах. Находишь эти документы на медприборе. С тобой пойдут ещё, ребята, для уверенности. Медприбор. Это где вообще? А, не медприбор, понятно. Ну, в общем-то, тогда можно, конечно, заскочить по пути на этот квест. Если для меня долговцы нейтральные, а я нахрен тут с наёмниками. Ну и можно приказать остановиться. Пойдём поспим. Куда же я на ночь в грязи? Кого? Защитить лагерь от нападения мутантов? Ну, раз появился квест замочить мутантов, защитить базу, то давай, наверное, пойдём так и сделаем. Может, опыт отсыпать за этот квест. А нам надо, как ни крути. Господи. О, ну, ещё и где-то на болоте. Скорее всего, плоть какая-то сидит. Понял. Ух ты. Охренеть. 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 Это какая-то... Жесть. Там сколько штук? 40 их было. Слушай, может, всё-таки поспим сначала? У меня есть вообще лимонка. Может, пульнуть в них как-нибудь. На этот раз собаки. Охренеть. 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 Это какой-то трэш. Даже уровень поднялся. Выполнено. Просто какая-то жесть. Лёва Ёж умер. Это человек, который со мной должен был отправляться в ходку. Но вот он откис. Влияет ли это на что-то? Ну со мной же должен был пойти человек. Блин, жалко конечно, что в итоге помер один-единственный тип. А, не, не один, кстати. Данила Филин тоже откис. Ну ё-моё. И что вообще, у меня остался напарник какой-нибудь? Ну вот один-единственный остался. Я очень надеюсь, что это ни на что не влияет. Мне потом не дадут меньше награду, якобы из-за того, что я там растерял отряд. Вообще, конечно, такое может быть. Арта я тоже убираю, потому что их некуда цеплять. Вот я думаю, может мне всё-таки этот костюм взять. Тут даже две дырки для артов есть. Вот чёрт её знает. Так, ну что качаем? По-любому это опять медицина. Так надо. Появилась возможность разбирать медикаменты, а медкомплект действует эффективнее. Подожди, тогда нужно медпакет разобрать, он у меня есть. А, кстати, заметьте, теперь не в два раза увеличилось. То есть типа 2000 из 4. Не, а 5000, как и требовалось на ап третьего уровня. Вот он наш медкомплект. А, тут есть всё-таки меню управления на среднюю кнопку мыши. Это удобно. Ну-ка давай, распользовать. Ещё писал, что даётся. Ну вот аптечка точно далась, бинт. Что ещё, скорее всего антират. Ну ладно. Ну давайте теперь аптечку используем, посмотрим, как она полечит. Ну, по ощущениям сильнее. Ну это может быть самовнушение, конечно. Всё, пойдём заберём тайник, который мне выдал наш лидер. И потом уже на хутор сдать ружьё. После чего можно идти на агропром. Только как, через янтарь. В принципе, как вариант. Мясо кабана. Не, я пока мясо не умею доставать. Так, нам нужно проникнуть сюда, получается. Выходит, что так. Бахнем водки, закусим. Ещё одну аптечку и погнали. Аккуратно на шифте. Тут фонит очень сильно. Ну может тайник порадует. Под плитой, рюкзачок. Не лутается? Да ты чё, издеваешься? Неужели надо обязательно именно сверху облутать? Я же до него дотянулся. А до верха тут не допрыгнуть. Так, а он сыпь. Подожди. Ну не, я вот сюда не могу залутать. Что бы я ни делал, вот. Я не могу его увидеть даже. А так, он не лутается. Вообще ни в какую. Мда, этот тайник в принципе вообще никак не лутается. Абсолютно. Задание выполнено. За ТОС я получил 1800 плюс координаты тайника. Тайник, конечно, за ТОНИ. 125 очков я, кстати, получаю за этот второсипедный квест. На поиск ТОЗа. Нехило. Всё, квест сдал. Тайник получил. Теперь надо в подземелье стрелка идти. Влияло бы ещё количество здоровья на бег и скорость растрата выносливости. Ведь это же логично. Чем ты сильнее ранен, тем быстрее устаёшь. О, вот со мной мой товарищ. Слушай, я не знаю, что с ними делать. Потому что его точно убьют. Они же ултэкста. Хм. Давай, походу, ты тут останешься, друг. Ждать здесь. Вот, допустим, я вам скажу. Он будет стоять. Вот это колесо охрененная тема. Просто его замочат, если он пойдёт туда, правильно? Удобно через эту локацию пройти. К тому же, сразу на свалку. Тут три тайника. И оттуда дальше. Сегодня будет долгая 30-минутная серия. Всё потому, что вы набрали большое количество лайков. Будет круто, если вы будете продолжать ставить лайки. Если, конечно, видео этого заслуживает. Просто так я не прошу. Это помогает продвижению контента, развитию его и так далее. Здорово, крот. Я, кстати, именно по твоей наводке иду. Лутать тайник стрелка. Сейчас будем пробегать бешеного долговца. Попал всё-таки, а? Почему же он не хочет со мной просто дружить? Слушай, а бинтов-то мало. Ого, тут долговцев. Мужики серьёзные. Гавриленко почему-то не разговаривает. Ничего себе тут шмальба. Разбил ящик, называется. А в ящике был вылет. Долговец, который смотрит на меня и думает, как я прошёл только что мимо бандосов. Те меня не тронули. Ещё и не помогаю ему. Так, тут очень много радиации, но нам надо сюда. По-любому. А вот это яничок. О-хо-хо-хо. Ни хрена себе. Смотри, инструменты для грубой работы. Сразу плюс. Охренительный детектор. Припи-9. Разработан для работы в условиях современной чернобыльской зоны отчуждения. Установка специальных фильтров позволила прибору обходить излучение от аномальной среды. Тем самым сводя все вероятные ошибки на нет. Способен делать замеры радиационного заражения организма и показывать результат. Слушай, вот это нам надо, да? И хороший МП-5 с прицелом, со всеми делами. А можно как-то вот так вот? Он типа по... А, он прям показывает точный уровень облучения, плюс, скорее всего, аномалии. Так, а там у нас долго ведь скончался, пойдём обыщем. Слушай, ничего себе тут тайники. Первый же мной обысканный тайник принёс меня, я так понял, лучший детектор в игре. Так, у нас тут долго ведь скончался, к сожалению. Что теперь поделаешь? Хотя, почему, к сожалению, я же наёмник. Мне всё равно, по сути, да? Я хладнокровен. А тут воюют у нас. Ещё сталкерня плюс бандиты. Кто кого? О, всё, да. На кого ставите? Один бандит, один сталкер. У сталкера коллаж, у бандита МП-5. Как я понял. Заходи, сбоку заходи! О, всё, вот зашёл. 509 рублей, ни хрена себе. Вот это прям неплохо выпало с него. Тут антирад, 16 рублей. Короче, вот иногда падает прям. 509 рублей. Но я, тем временем, чуть ли уже не на перегрузе. А ещё есть пара тайников. Слушай, если из них такие же, приколы будут падать. А, он ещё и не новый этот ствол был в тайнике. Не, ну в принципе, я, кстати, об этом тоже недавно задумывался. Почему все стволы в тайниках новые? Ведь может же быть такое, что сталкер условный нашёл ствол, но ствол поломанный. Хотя бы чуть-чуть. И решил его спрятать до лучших времён. Во, уже сколько радиации, смотри. Здесь, конечно, какие-то миллионные, миллиардные доли. Я не уверен, что это нужно или целесообразно. Можно было просто ноли и две цифры. Ну ладно. Тайник в аномальной зоне. Да ладно. Где? А, он сейчас ударится, да? Причём очень неплохо так он ударился. Мне уже тут нужно аптечку использовать. Где? А, во. Батарейка. Нехило. Тут ещё нужно аптечку. Ах, больно. Что у нас по батарейке? Ну, плюс 5 восстановления сил. Тут плюс 2. В общем, неплохо. Теперь ещё и тайник надо забрать каким-то макаром. ХПшка при этом кончается, конечно. Это что? Сгусток. Уникальный артефакт, видимо. Ну, либо не уникальный, а просто новый. Конечно, у него выдающихся характеристик нет. Так, всего помаленьку. Он меня тоже ударил. Ну ладно. Блин, сколько я аптетик сейчас просадил? Медицину прям по-любому надо качать. Ну, ещё один тайник в депо. Надо будет проверить, даются ли очки за нахождение тайника. По идее, должны хотя бы там пару-тройку. О, да и ничего тут. Хранилище бандитов прям. Ну, давай засекать. 2264 очка. Что ж такое? Это что такое? Аномальные патроны. Данный тип патронов, по всей видимости, изготовлен мастерами из греха. В чём свидетельствует надпись на коробке. Либо же по их заказу. Не подходят ли какого-либо из распространённых видов оружия. Да, тут нужен аномальный ствол, видимо, чтобы ими стрелять. Я помню отдалённо, как я проходил сюжет за грех. Это вообще было интересно. Можете посмотреть в моих плейлистах, поискать Legend Returns, грех, мануэль. И думаю, ютапчик ма выдаст. Там, в принципе, было прикольно. Итак, 2264 было. Да, 10 очков дали за тайник. Ну, в общем-то, неплохо. Плюс ещё мясо нашёл, которое даёт насыщение. Слушай, его прям сырым можно кушать. Мне, наверное, надо готовить. Ну и всё. Жаль только вот, да, что тайник не обыскался. Баганый он какой-то или лаганый. Надо было, кстати, посмотреть. Я немножко тупанул. Может, есть какие-то патчи от пользователей. Потому что реально уже долго мод не обновляется. У кого-то могли не выдержать нервы. И он мог такие самые распространённые баги пофиксить. Типа вот не лутающегося тайника, ещё чего-нибудь. А, тут вертолёт летает. Новость не внушающая. Ничего хорошего. Да ну, не, это какой-то прикол. Ну, типа таких тоже, да, каких-то багов. Ни один ящик не могу разбить. Похоже, это конкретно проблема данного ножа. То, что, видишь, так разбилось. Блин, я знал, что тут аптечка. Значит, смотри, нам нужно просто спуститься в подвал. В подземелье медприбора. Надо понять, вот тут, ребята, мне жёлтые или враги? О, вертик летит. Слушай, ну, походу... Да не, вижу жёлтую точку. Походу, у меня реально все жёлтые. Так, ну, это не может не радовать. Значит, тут, если что, можно и починиться. Я вижу техника. Да я смотрю, вообще живётся очень даже хорошо наёмнику. Я не знаю, по дефолту, какие отношения у нас. Тут одиночки, да? Одиночки, наёмники, враги. То есть, неужели всё-таки это из моей брони? Вот этой говёненькой. Слушай, если она такая крутая, её можно прокачать. Ну, потому что я в ней хожу. А она, на самом деле, ну, такая себе. Прокачать, открыть себе контейнеры. И жить как в малине. Тебя никто толком трогать не будет. Ты как бы долговец. Ну, как подметил тоже один человек под прошлым видео в комментариях. Мол, почему именно под долговца идёт маскировка? Если у долговца строгая иерархия. Строгая отчётность. То есть, ну, поняли бы, что какой-то хрен крутится непонятный. И логичнее было бы маскироваться под, блин, обычного одиночку. Тогда бы тоже никаких абсолютно проблем не было. Да, это действительно так. Да, что теперь тут поделось? Как сделано, так сделано. Это что такое? Brain 6. Экспериментальный эмулятор мозговых волн. Прибор, который экранирует электрическую активность мозга. Войдя в заблуждение телепатов-мутантов. Ого. Тут ещё и броня такая. А броня-то почему такая огромная? Это же, блин, несколько проволок на голове у тебя будет. Продает он также инструменты для грубой работы. Которые, причём, стоят очень дёшево. То есть, если не стойника бы они выпили, то достать их так не проблема. Аномальные патроны так дёшево стоят? Обычные даже дороже. Хотя аномальные они, типа, там, это, всякими умениями обладают. Так, ну и, в общем-то, тут есть у нас очень какой-то уникальный крендель. Но лично, мне кажется, смысла с ним разговаривать особо нет. А, да, тут чисто небовцы. Когда проходил сюжет за чистое небо, мы ищем ПДА определённых лиц. Ну вот это те самые ПДА с нашивками. Их надо по квестам отдавать. Я проходил сюжет за ЧН. Уже не помню абсолютно, что там и как. Но, походу, я его не допрошёл, потому что у меня всего пару серий. Ладно, погнали. Сидит какой-то одинокий сталкер. С собаканом? О! Зелёные? Подожди, почему бандиты мне зелёные? Не, они мне нейтралами должны быть. Но не зелёными вроде, не? Сюда ещё и не пройти. А как быть-то? Мне кажется, что, в принципе, туда и не надо. А обратно как? Типа так же? Да, да. Люка нет, значит, можно вылезти просто. Ну, нам в любом случае в нычку стрелка конкретно идти. Поэтому то, что они там заблокировали, в принципе, не страшно. Страшно, может быть, сейчас, когда на меня нападёт кровосос. Пока никого. Ну, вот и всё. Вообще, кровососы вроде уязвимы к 9-19. Ну, охренеть теперь. Как он меня напугал, это просто ужас. У меня аж сердце забил. Смотри, как он упал. Ты чё, э? Сидит. Смотри, так можно спину сломать. Артефакта тут, походу, нет, да? Морской ёж. При перезагрузке почему-то куча кровососов заспавнилась. Не понял прикола. Ай! Да чё... Всё, патроны кончились. Да, чё-то стремновато тут, честно вам сказать. Прям... О! Антирад там. Их крики за душу берут. Есть. Антирад забрал. Где тайник-стрелка? Ну, по идее, тут. Как тут круто, я б тут жил. Ого! Да, я забыл, а! Я чё-то не пойму прикол от разрабов, почему при перезагрузке спавнятся кровососы. Типа наказание, если ты обузишь перезагрузки. Так у меня же игра просто, блин, из-за коробки вылетела. Не круто. Ладно, смотри. У нас есть охренительный костюм. Комбинезон сталкера, которым всего один кармашек. Вот это, кстати, очень странно. В комбете наёмников дефолтном два кармашка. А в комбете сталкеров один. Хотя, как раз-таки сталкер больше по артефактам. Наемники не то, чтобы особо этим интересуются. Вот это вот очень странная ситуация. Ну ладно. Военные документы. Подожди, нам точно это нужно? Да. Я нашёл какой-то огнеупорный кейс. Судя по содержимому, это точно то, что мы ищем. Нужно доставить документы заказчику. Пароль. А заказчику нужно на янтарь. Что это были за звуки, вы слышали? Что-то мне уже не по себе. О, а тут новый калаш ещё и близко всего. А я только что свой починил. Блин, ну я уже не могу это нести. Я, в принципе, даже броню не могу уже нести. Я на лютом перегрузе. Всё, отсюда можно уходить. С перегрузом. Ну, если честно, а что я, собственно, могу сделать? Ну, конечно, выкинуть МПшку, как вариант. Просто соединить прицел, выкинуть МПшку. Потому что у меня есть такая же. 21 дроби. Скрепя сердце, можно выкинуть. Хотя я особо не разгрузился. Аномальную дробь не хочется выкидывать. Но тут дело в том, что я вряд ли найду себе аномальный дробовик. Ну, хотя если выпали аномальные патроны с тайника, есть, конечно, шанс. Если я сейчас одену вот этот костюм, вот эту разгрузку, накину себе. Во, можно накинуть разгрузку, и я якобы могу больше поднимать. Как он, смотри, он лёг прямо на эту вентиляцию. Сейчас я вышел в костюме сталкера, и... Сталкер мне нейтралой. Блин, как это работает? Я не понимаю. В отношениях одиночки наёмникам враги. Как и наёмники с одиночками. Тогда почему они мне нейтралы? Чё-то не пойму. Может, достаточно иметь этот костюм в адвентаре? А чёрт его знает. Ладно, мы с вами в любом случае направляемся сейчас на янтарь. Что-то тут какая-то жесть происходит. Шмальба, пальба. О, профессор Сахаров. Тупо на чиле, на расслабоне. Пока здесь такая перестрелка идёт. Поговорить надо вот с этим каким-то... Ха! Странным учёным. Здравствуйте. Тьфу, хело. О, говорим пароль. Он чё-то мне говорит. Я ему говорю, что вот документы. Он мне говорит, спасибо, хамстер. Я хомяк. Десять тысяч. Рад был помочь, гудбуй. Всё. Отдал я англичанину то, что он хотел. Теперь что? Подожди, чё, сюжет закончен? Ой. А, подожди, в смысле? Квест появился, квест выполнено. А меня очков за это отсыпали. Походу, выброс начинается. Так, а он тут интересные всякие детекторы продаёт. Сварок всего 7300. Припять 9, 7300 тоже. Честно говоря, я бы Сварок прикупил. Он прям не зверя ни на что. Я ему случайно продал костюм, кстати. Вы чё делаете, ребят? Если это всё, то, конечно, печально. Маловато получается. Я даже разыграться не успел. И апнуть уровень не толком. Ну, понятно, что здесь не какой-то там сюжет уровнем, как на отдельный мод. Но думал, ещё пару серий хотя бы побегаем. Вообще, конечно, хотелось бы нормально прям поиграть, так от души. Что там было написано только что? Вы прошли демо-версию сюжета наёмников. Для продолжения сюжета необходимо задонить. Шутка. А то, что это конец сюжета, правда. Эх, пада. Там печально, слушай. Ну, давай купим детектор по приколу. Хотя уже в этом смысла нет. Ну, потому что дальше, по сути, начинается контент сталкерский какой-то. Ну, самый дефолтный. О, долговец. Зелёный. Ещё всяких собираем. Приколов с монолитовцев, которые тут оказались каким-то боком. Да, я даже толком не разыгрался. Калашу выкинул уж тогда. А зачем он мне нужен? В принципе, мод интересен. Вот, поиграв всего в ничего, я чувствую недостатка контента. Мне хочется ещё поиграть. А ещё я уже понимаю, что дальше смысла нет. Потому что это уже будет не сюжет за наёмников, а можно также с таким успехом начать игру за новичка. За сталкера, конечно, я имею в виду. В целом, конечно, хочется, чтобы вышла новая версия мода. Которая разрабатывается уже давно. Очень давно. Ну, года три есть. Если посмотреть мои старые видосы, там, дата их выхода. Потому что потенциал есть. Мне очень нравится тут система прокачки. Нравится, наверное, больше, чем где бы то ни было. Ну, я говорю, единственное, что Ласт Альфа может посоперничать. Но в Ласт Альфе есть только вот такие навыки. То есть перков там нет. Например, смотри, вот на 10 уровне открывается перк. Вы обнаруживаете артефакт, с помощью которого можете бегать дольше и уставать меньше. Это же сказка. Вот для этого мода это сказка, потому что он тут очень быстро устает. Водка выводит больше радиации. Водка выводит больше радиации. Легенда. Больше отряда. Чего? Кто на меня напал? Ну да, больше ничего нет. Осталось дикое чувство неудовлетворенности. Я как будто бы, ну, реально в супер демку поиграл. Толком не раскачался. А ведь тут даже 20 уровни есть. Ты представь. 20? Я всего 4 и до 3 еще, блин, надо играть. Ну, квеста 3-4 выполнить. Что еще есть по перкам интересного? Больше сталкеров в отряд сомнительная тема. Ну, потому что я особо никогда не любил отряды. Они, блин, стоят, тупят, баранят. И все в этом духе. Но тут они полезны тем, что их мутанты очень долго распиливают. Кстати, а почему последователь как-то отдельно горит? Неужели это только для монолитовцев квест? Зомбированные сталкеры становятся нейтральными по отношению к вам. Но оно закрыто. Странная тема. Типа остальные можно нажать, а это нет. Видимо, только за монолитовцев работает. Из металла. Обнаруживайте артефакт, с помощью которого повышается ваша полистойкость. Все видящие. ПДА теперь может показывать каждую живую душу по всей зоне. А, ну это на карте. Как в каком-нибудь ЧН. Друг техников. Все техники зоны знают вас как никого другого. И могут предложить вам выпить, породниться и сделать все апгрейды. А, типа не нужны инструменты? Ну, это я спорно, конечно. Ну, они же физически их не могут сделать. Пока ты не принесешь инструменты. Или типа бесплатно они их могут сделать. Сомневаюсь. Торговцы чаще предлагают вам дорогие товары. Состоятельный клиент. Тоже сомнительный перк. Если учитывать, что у жабы сейчас просто миллион всего. Там какие-то прибои, улучшенные снайперки, разные броники. Перки 25 уровня. Вопросительный какой-то перк. Вот интересно же правильно узнать, что это? Ускоренный метаболизм. Вы обнаруживаете артефакт, с помощью которого ГГР регенерирует с высочайшей скоростью. В общем, недосказанность чувствуется. Недоделанность, недоиграбельность. Хочется еще. У нас остался еще сюжет. За слизней, если я правильно помню. Потому что за грех у нас было. Можете загуглить, посмотреть. За слизней. И за долг, что-то там тоже есть. И в принципе все. За свободу, бандитов, я так понял, нет. Военных и так далее. Спасибо всем большое за лайки. Вот такая серия. Продолжаем здесь сюжет за другие группировки. Ну или вы можете про нас что-то другое, пишите в комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...